Весьма необычный приговор вынесен на этой неделе в суде Центрального района. Объектом слушаний стали действия 21-летнего студента колледжа, подбросившего летом на крыльцо турфирмы муляж взрывного устройства. Однако судили выдумщика вовсе не за акт бутафорского терроризма, а за вымогательство. Подробности далее. ЧП произошло в июле этого года. Из-за сообщения о взрывном устройстве пришлось эвакуировать жильцов дома, в котором размещался офис турфирмы. Первый подъезд эвакуировали, а второй сказали под пулеметом. После осмотра коробки с подозрительным устройством эксперты пришли к выводу, что опасности для жизни людей нет. Задержать подозреваемого удалось практически сразу. Правда, как, оперативники не раскрывают. Найденным на территории бывшего военного завода учебным боеприпасом, имитационной ручной гранатей и дымовым шашком, студент попытался найти финансовое применение. В июне месяце 2013 года, после скандала в подошедшем семье, он решил эти использовать предметы целью вымогательства для получения денежных средств. Он самостоятельно, подыскав картонную коробку, обрезки проводов и используя имеющуюся радиостанцию, изготовил муляж взрывного устройства. Коробку молодой человек принес в офис компании, сказав персоналу, что это подарок от постоянного клиента. К сюрпризу прилагалась записка с требованием 700 тысяч рублей. Их должны были в течение нескольких минут выбросить в окно. В противном случае в офисе якобы должен был прогреметь радиоуправляемый взрыв. Студент немного постоял снаружи и, не дождавшись манной оконной, ушел прочь за несколько минут до того, как район наводнили полицейские. Суд признал хабаровчанина виновным, учитывая смягчающие обстоятельства и сотрудничество со следствием, приговор два с половиной года. Условно. С места происшествия Евгения Куликова, Анастасия Кузьмина и Сергей Демьяненко. В Южном округе жильцы пятиэтажного дома схватили мужчину, который среди бела дня пытался по балконам забраться в чужую квартиру. Зачем, совершенно не ясно. Забравшись по решеткам на скромную лоджию четвертого этажа, он начал бесцельно громить ее. Столь же неадекватно он вел себя и после задержания. Агрессивный альпинист. Репортаж с улицы Кубика. Незнакомец около 15 минут ходил по тротуару у дома, высматривая незапертый балкон и прикидывая, с какой стороны ему будет сподручнее забраться наверх. За действиями криминального альпиниста наблюдали соседи. Выхожу на балкон, смотрю, лезет по боковине, прям вот так вот, я сразу милицию набрала. Первый, второй этаж, смотрю, говорю, быстрее, девушка, четвертый этаж уже, говорю, на четвертом этаже. Залез туда, начал все банки, все посбрасывал оттуда. В квартире на балконе, которой обосновался фигурант, были хозяева. Женщина с пятилетней дочерью смотрели мультфильмы. Перепуганная вторжением незнакомца, горожанка бросилась звонить мужу, который и так должен был с минуты на минуту прийти домой. Я сидел в машине, жена звонит, давай бегом домой, какой-то на найт залез. Все, я бегом залетаю, сосед уже там уже с ним, я его за шкарпи на площадку вытащил. Там площадка и полиция подоспела, да? Ну, соседи позвонили, все там, ну там перебил, все, пообрывал там все у нас там. Все, либо раствазили? Да, я знаю. Зачем незнакомец забрался на балкон, никто так и не понял. Сам он объяснять ничего не захотел. Настроен был агрессивно, скверно словил. Ему вызвали врачей. Не потому, что сомневались в его психическом здоровье, а потому, что буйствуя на балконе, он порезал осколком стекла руку. Задержанный буйствовал и в наручниках. До дежурной машины его удалось дотащить лишь волоком. Клиент пинался. Полицейские подозревают, что этого человека искали три недели. Он очень похож на неизвестного, который в последнее время грабил салоны сотовой связи. С места происшествия Константин Ковешников, Татьяна Шамбурова и Александр Савчук. С еще одним неадекватным горожанином окружающие столкнулись в северном округе. Во дворе 18-го дома по улице профессора Даниловского гуляющие дети увидели мужчину, который нес на плече изувеченную тушу собаки. С полуразделанного животного еще капала кровь. Шокированные люди вызвали полицейских. Детям сначала показалось, что это какое-то промысловое животное. Но на охотника прохожий не был похож. А потом только увидели, что он несет собаку. Вот в поле подумала, что это не козел, а потом я увидела, что это вот с шеей. Мы только-только угадали, что это собака. Собака большая была, тело большого? Вроде как, я заметила, она была похожа на лайку. Шокированная детвора сгрудилась вокруг подозрительного мужчины. Крики и плач услышали взрослые. Даже их увиденное повергло в шок. Я прохожу, мужчина стоит с трупом собаки, ног нету, головы нету. Дети около него стоят и плачут. Я говорю, почему? Это что такое? Я говорю, вы что сделали с собакой? Ну и как бы так прохожу, и он у меня начинает кидаться. Естественно, что я могу сделать? Я в сторону отошла, вот девочки были. Увидев, что дело принимает нехорошие обороты, кое-кто уже вытащил мобильный телефон, чтобы звонить в полицию, хулиган пасовал. Он тут же заявил женщине, что нашел труп пса на железнодорожных путях и просто нес его до ближайшей помойки. Если неряшливо одетый горожанин и имел гастрономические планы на несчастное животное, то резко изменил их. Выбросив пушистые останки в мусорный бак, он сбежал. Приехавший наряд хулигана не застал, однако местные жители объяснили патрульным, что довольно часто видят этого человека. Он имеет дело с маргиналами и живет где-то поблизости. С места происшествия Сергей Полуэктов, Анна Карпова и Александр Савчук. В Южном округе двое неизвестных обокрали швейное ателье. Хозяйка мастерской, которая находится на этом месте уже 12 лет, была удивлена. Не тем, что стала жертвой преступников, а тем, что двоим субъектам уголовной наружности понадобился ее товар. Добычей визитеров с пивом в руках стали отрезы ткани, вывешенные на продажу. Перегар, штаны и крепдышин. Репортаж Виталины Кондрахиной. Ателье разделено на две части. Присутственное, где стоит стол для приема заказов и, собственно, сама мастерская с подсобными помещениями. В производственную часть клиентов не пускают, а из холла, который время от времени остается без присмотра, намеренно убрано все ценное. О том, что внимание воров могут привлечь висящие на вишалах полотнище, никто и подумать не мог. Конечно, мы сюда, где мы работаем с вещами, мы сюда никого не пускаем. А эти тряпки, ну, висят и висят. Ну, кому оно надо? Я говорю, пять лет продаем, продать не можем. По кусочку там продают. Остаться без присмотра в зале ожидания преступникам помог оригинальный план. Молодые люди принесли с собой старые брюки и попросили мастера подшить их. Женщина приняла заказ и ушла в смежное помещение к швейной машинке. А через несколько минут услышала мелодичный звон старожка, извещающий об открывшейся входной двери. Выглянув из мастерской, женщина увидела, что клиентов и след простыл вместе с большей частью полотнищ. Полицейским швея смогла предоставить ценную улику. Те самые поношенные кем-то из злодеев штаны. Их злоумышленники обменяли на товар, стоимость которого собственница оценила в 30 тысяч рублей. Поиск подозреваемых по горячим следам результата не принес. С места происшествия Виталина Кондрахина, Анна Пак и Павел Рогатин. Еще более наглую, но менее креативную грабительницу, которая пыталась похитить в торговом центре парфюмерию, схватила уборщица. События происходили в магазине «Маяк», расположенном на улице Союзной. Правда, чтобы прочитать отповедь на Халке, мастерице чистых полов, а в прошлом спортсменке, пришлось изрядно напрячься. Кунг-фу в резиновых перчатках в заключительном репортаже программы. Женщина увидела, как в магазин зашла молодая покупательница и направилась к закрытому отделу хостоваров. Сотрудница хотела окликнуть клиентку и сообщить, что он не работает, однако в следующую секунду лишилась дара речи. Дама решительно отодвинула стеклянный шкаф и, не обращая внимания на посыпавшиеся на нее сверху средства гигиены, устремилась в другой конец прилавков, туда, где на полочках был расставлен парфюм. А я там полы мыла, я видела, что сверху все у нее упало, у нее даже валяется без наполоманных средств, вот это все валяется у нее. Затолкав в сумку крем и духи, молодая женщина поспешила покинуть магазин. Уборщица не растерялась, бросив тряпку и швабру, кинулась в погоню. Она вышла, в эту сторону пошла, и я за ней, в перчатках прямо, я за ней пошла, я ее захватила за шкварню, я говорю, пойдем в магазин, я там буду проверять. Потом она вот так побежала, и я за ней, она думала, я не спортсменка, если я не была бы спортсменкой, я бы ее не догнала бы. Руслана занималась велосипедным спортом 7 лет, но и то едва не упустила движимую адреналином беглянку. Догнав нарушительницу, бдительная работница конвоировала ее на место преступления. Только теперь грабительница встала в позу жертвы и стала горько плакать, умоляя отпустить. Сердце дрогнуло. После того, как девушка вернула добычу, с нее взяли честное слово, что она так больше делать не будет. Та с радостью поклялась в требуемом и была такова. Заявлять о попытке грабежа в полицию персонал торговой точки не стал. С места происшествия Евгения Куликова, Анна Карпова и Александр Савчук. Наши съемочные группы продолжают дежурство. Наиболее оперативно, а ЧП городского и краевого масштабов по будням вы можете узнать на веб-странице программы по адресу местопро.ком. Оставляйте на сайте записи регистраторов и мобильные съемки. Они нужны участникам событий для установления истины. Отчет о происшествиях выходных дней в нашем воскресном эфире. Будьте в курсе событий и не проходите мимо тех, кто действительно нуждается в помощи. До свидания. Продолжение следует...